Всех приветствую! В сегодняшнем видео хочу вам показать, как я высеваю руколу на микрозелень. Это очень простой процесс и с ним справится даже тот, кто ничего до этого не выращивал. Нам понадобится емкость для посадки с дренажными отверстиями. Это может быть любая пластиковая тара или какие-то неглубокие горшки. Семена я покупаю самые обычные в магазине, которые подходят также для открытого грунта. Также нам понадобится субстрат. У меня это почва для посадки зелени, но вы можете взять также и универсальный грунт. Наполняем наш контейнер субстратом около 2-3 см. Так как это микрозелень и семена очень маленькие, то почвы очень много не требуется. Разравниваем субстрат, можно его даже немножко прижать, чтобы он утрамбовался, улегся. И потом необходимо его смочить с пульверизатора для того, чтобы он был влажный. Затем рассеваем по поверхности семена. Старайтесь сделать это равномерно и достаточно густо. На эту емкость понадобится в среднем где-то 2-3 пакетика семян. Затем можно еще раз аккуратно семена сбрызнуть водой с пульверизатора и наша посадка будет полностью завершена. Обратите внимание, что эти семена сверху почвой не присыпают. Так как они очень маленькие, они достаточно хорошо, без никакой почвы дополнительно сверху прорастают и дальше уже пускают зелень. Чтобы создать более влажные и теплые условия, такую мини-тепличку мы можем сверху накрыть этот контейнер пищевой пленкой, поставить эти семена для того, чтобы они проклевывались в темное место. Пленку плотно прикрывать не стоит, оставьте немножко пространства, чтобы воздух поступал, чтобы не застаивалась влага и не было никакой плесени. И буквально уже на следующий день вы увидите, что семена пустили ростки. После того, как семена руколы проклюнулись, их можно выставить на светлое место, но избегайте прямых солнечных лучей. При этом обратите внимание, что пленку еще можно оставить, так как влага не будет так быстро испаряться и зелень активно пойдет в рост. Обязательно следите за влажностью почвы, она не должна пересыхать, так как ваши ростки попросту засохнут. Поэтому периодически смотрите и если вы видите, что почва подсыхает, сбрызните ее аккуратно с пульверизатором, но не допускайте излишнего переувлажнения почвы. Пройдет еще один день и вы заметите, что ростки активно зазеленели и пошли в рост. Как только зелень руколы начнет активно расти, пленку необходимо убрать. Этот процесс занимает с момента посадки в среднем где-то 2-3 дня, но все конечно же зависит и от условий. Чем теплее у вас и более высокая влажность, тем активнее растет зелень. В итоге в среднем где-то за 5 дней вы получите вот такую вот пышную ароматную зелень. Рукола это одна из культур, которые очень быстро произрастают, развиваются и у вас буквально за 4-5 дней будет вот такая вот ароматная зелень. Она также быстро растет, как и крес-салат. О его посеве я рассказывала в одном из моих прошлых видео. Поэтому если вы хотите очень быстро что-то вырастить у вас на подоконнике, при том круглый год, то подобные культуры, как рукола, крес-салат вам идеально подойдут. Это действительно очень простой процесс. Буквально за несколько дней в любое время года у вас на подоконнике витаминная свежая зелень. При этом это очень занимательно. В особенности если вы будете делать это с детьми, им будет очень интересно наблюдать, как растут и развиваются растения. Если у вас появились вопросы или дополнения, пишите их в комментариях. Также можете присоединяться к нашим группам в фейсбук, там есть очень много интересной, полезной информации. Ну и помимо этого вы также можете задать там свои вопросы. Ссылки будут в описании под видео. Я всех благодарю за внимание и подписку. Желаю вам здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok